Что касается недавнего удара по складу с оружием в Латакии, всё-таки Израиль за ним стоит? В русалинских офисах нормальная политика страны, которая не языком болтает, а воюет. Там не подтверждают, не отрицают и не обсуждают эту тему как ядерную программу. Американцы дали утечку, пытаясь стравить сирийцев с израильтянами. Это тоже замечательная позиция к вопросу. Ну, как, зачем? Чужими руками, а вдруг Израиль передерётся с Сирией, сильно облегчит американцам задачу, всё-таки задача свержения Асада-то стоит, а без Израиля её никак, а Израилю-то это зачем? Чтобы Аль-Каида пришла? Нет. Чтобы бандиты из сирийской свободной армии дезертируют все остальные? Да спасибо. Ситуация простая, американская утечка показывает, как можно вообще полагаться на американцев, даже израильтянам. Чего там про египтян говорить? Или наши обидки? А если вы конкурент, так вас вообще пытаются затоптать, не обращать внимания только надо. В этой ситуации ракеты Яхан были для Израиля опасны, да, опасны, но их уничтожили. Более того, ракетные комплексы С-300, если закроется тема политического диалога, их всё-таки поставят, но их просто уничтожат до того, как они встанут на позиции, потому что их не менее года надо разворачивать, обучать контингент. При этом, это просто известно, и есть в СМИ, ни один российский военный специалист в ходе атаки неизвестно кого на ракеты Яхан, когда они были уничтожены, не погиб. И сегодня в арабской прессе, а также в американской, идёт некая истерика о том, что русских предупредили израильтяне перед тем, как ударить. Потому что на самом деле, вообще-то говоря, единственная задача израильтян в этой ситуации – ракеты оплачены? Оплачены. У Сирии с Израилем война? Ну, война. Вообще-то, 1948 года. Официальное перемирие, не перемирие. Предупредили, что эту технику будут уничтожать? Ну, предупредили. Ну, и не обижайтесь. А единственная их задача, чтобы действительно наши специалисты не погибли, и мне хочется совершенно осложнять отношения с Россией. Если наши специалисты не погибли, ну, какие проблемы? Как раз по поводу роли Израиля тоже спрашивают у нас слушатели. Какая роль и место Израиля в событиях на Ближнем Востоке? Такой хаос у арабов на руку израильтянам или в напряжении держит? Хаос у арабов на руку израильтянам с точки зрения того, что разваливаются старые враги, хаос у арабов категорически не на руку израильтянам, потому что возникают новые. То есть, я всегда повторяю, что одного бешеного тигра, когда сменяют 10 тысяч бешеных крыс, то это плохо, потому что, ну, вы уже можете как-то с одним противником манипулировать. А когда их много, маленьких, они неконтролируемы. Вот обстрел голландских высот, не знам о кем, кто это, сирийская армия, боевики, аль-Каида, просто бандиты из миномётов. Никто же этого не знает, у вас такого рода инциденты могут спровоцировать чего угодно. Израильтяне сейчас впервые за всю историю страны взялись за армейскую реформу, то есть, армия будет полностью перекроена с закрытием там определенных дивизий, с распуском там танковых подразделений, с переплавкой там сотен и тысяч танков, которые больше не нужны, но с бешеными средствами на противоракетную защиту, на разведку, на контртеррористическую защиту. Им просто придётся сегодня контролировать дальнюю периферию, потому что пока у них на Синае абсолютная анархия, на сирийско-ливанской границе абсолютная анархия, и весь Израиль мулится за здоровье Иорданского короля, чтобы его хотя бы не свергли. Те же исламисты, которые у него самая сильная группировка в политике, те же против мусульманий, тем более палестинцы традиционно нелояльные королевской династии. Потому что если развалиться окончательно, Израилю придётся просто наплевать на мировое сообщество и самому контролировать, чего там по периферии, деваться будет некуда.